Строительная сфера объединяет множество профессий. Инженеры, штукатуры, каменщики, слесари. В непрерывной цепи специальностей ценно каждое звено. Ведь новые здания и города вырастают благодаря работникам данной отрасли. Все вместе они обеспечивают движение жизни вперед. В понедельник особо отличившихся представителей строительных профессий честовали в районной администрации. С поздравлениями к ним обратился глава района. За последние годы мы попробовали проанализировать, сколько в районе сделано, реконструировано, сколько отремонтировано, сколько построено дорог, сколько объектов в социальной сфере переделано, особенно в образовании, в здравоохранении, в дошкольном образовании, сколько построено жилья. Но получается таким образом, что Лобинск уже дважды заново построенный. То есть сделаны огромные объемы. Хотелось поздравить вас с этим праздником, сказать вам большое спасибо, сказать, что у вас золотые руки, сказать то, что вы многое и очень многое сделали для украшения нашей малой родины, нашего Лобинска. Лучшие представители созидательной профессии получили почетные грамоты за подписью главы района Александра Сачикова и главы Лобинска Алексея Матыченко. В последнее время город и район активно развиваются. Возводятся новые социальные объекты, строятся магазины и торговые центры, вырастают жилые дома, ремонтируются дороги. Несмотря на экономическую нестабильность в стране, к 70-летию Великой Победы в Лобинске удалось завершить строительство масштабного проекта – мемориального комплекса, который теперь украшает Площадь Победы. Перед самым праздником, Днем строителя, в стадионе труд после реконструкции торжественно открыли плавательный бассейн. И это далеко не все объекты, которые обрели и обретут новую жизнь в этом году. Главным объектом, который мы будем вводить в этом году, это является открытие садика после реконструкции по улице Ватудина на 150 мест. Параллельно с этим, наряду с этим, продолжается у нас ремонт школ, где осваивается, если посмотреть по цифрам, немалые средства. Это исчисляется десятками миллионов рублей. Я беру все школы этой реконструкции, переоборудование помещений сегодня под теплые туалеты, так называемые, обустроенные. Это замена окон на металлопластиковые пакеты. Ремонт внутренних помещений. А также в этом году было большое внимание уделено сегодня направлению по приведению надлежащего состояния объектов спорта и физической культуры. Мы продолжаем сегодня строить жилье. Строим жилье детям-сиротам. Ежегодно мы детям-сиротам покупаем порядка 50-60 квартир. В соответствии с планами, которые нам определяют, и в этом году будет 48 квартир приобретено детям-сиротам. То есть развитие жилищного строительства. Никто с нас не выбирал сегодня нашу ответственность и обязанность построить более 50 тысяч квадратных метров и ввести в эксплуатацию жилья. Такое задание плановое будет выполнено. Кроме этого, в районе большими темпами идет добыча нерудных материалов, работают предприятия. А это значит, лобинские строители обеспечены рабочими местами. Продолжается и работает сегодня отрасль по разработке и добыче нерудных материалов строительных. Это наши карьеры, это производство сегодня щебней, производство пищеногравильных смесей, производство песка. Запустили, в прошлом году вышел на проектную мощность. Это завод наш ЖБИ по производству сегодня мелкоштучных бетонных изделий, по производству железобетонных предперекрытия, фундаментных блоков. В общем, большого ассортамента железобетонных изделий, которые он может сегодня выпустить. Возвращается производство кирпича, очень активно набирает обороты Темлыевский кирпичный завод и многое-многое другое.